Доброе Екатеринбургское утро. Дмитрий Юрьевич упаковывает свою шайтам машину. У меня много шайтам машин. У него пол багажника шайтам машин. Кстати, Дим, кто смотрит нас в инстаграме, спросили, куда вам столько чемоданов. Вот смотрите, тут моя монтажка. Можно я переверну? Тряпочка, ноутбук, второй монитор для монтажа видео. Не спрашивай, сколько стоит. Это мобильный монитор для монтажа, для удобства. Ой, Дима, она что-то это не хочет на тебя смотреть. Да, видно, 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 видно. Да, и еще куча всякого. А там с машинкой. Так, расскажу, что мы пили. А, еще вот, целый чемодан. Еще вот. А где Дроныч? Микрофон, фотоаппарат, объектив, батарейки в параду, часы, бабкина коллекция небольшая. Это у нас... Ёшкин, вот это что такое? Такой даже электронный стабилизатор для новых фотографий. А эти, Тодикам, что ли, новый? Да. А птицы где? Птица. Мы в комментариях говорили... Ну, в принципе, вы знаете, облет-то я что... Ну да. Я что, летал? Птичка. Димка теперь ведьма, это его метла. Ну вот. Показываем. Вот. На этот мы предмет. Подожди, подожди. Ма-а-а-а-а. Маленька, я-а-а-а-а-а. Дим, у современных ведьм метла-то поинтересней. Не знаю. Вот на таком аппарате мы... Вот она. Четверть багажника. Аленка долбанулась. Подожди, там еще у меня багажники, штатив. Нет, еще какой-то чемоданчик у тебя Ну, свет я не был. А еще дома свет остался. В общем, чтобы быть ютуберным блогером, нужно отсток всякой шляпы. Нет, дочка. Мы переехали в другой номер, потому что мы заселились на второй этаж, а нас перенесли на четвертый. Почему? Помыли малую, и под душевой кабиной просто куча воды, то есть из-под душа льется. Нас переселили. Но переселили, вроде как бы некоторые моменты есть. Скажем так, Дим, как тебе гостиница? Дороговастенько 9 тысяч за то, что мы получили за сколько? Ну, понимаешь, за одну комнату это более-менее нормально. То же самое получается, как взять два номера почти с плавиной. Ну да, плюс завтраки. Завтрак скудненький, но вкусненький. Если двоих дорого. Да, двоих дорого. С детьми уже, но с учетом того, что у нас все-таки не грудные, да? Вот, Надя, найди меня в туалете. В общем, мы выдвигаемся из Екатеринбурга, нам нужно до 12 выезд сделать. И плюс у нас 12 часов сейчас еще созвон с управляющей компанией. Причем я вам говорила, будут нас интервьюировать, как мы в Дагестан с командой ездили. Едем мы сейчас в сторону Ирбита, а из Ирбита на Тюмень. Ирбита, кстати, как раз генетическая родина, мама у меня оттуда родом. Все, мы погнали. Сейчас пойдем еще бардак в машине убирать. Так, нам до середины пути на Тюмень осталось совсем чуть-чуть, где-то километров вагон. 70. Мы будем делать маленькие. Окей, Гугл, веснушки-то заразные? Я тут с умными мыслями. Короче, давайте что обсуждаем. У Димы есть веснушки. Сейчас покажу. Жопу не показывай. Жопу не показывай. Нету, 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 нету веснушек. Короче, вот, и он мне заявляет, что вот эти вот веснушки у меня на ней, они от него перелезли. в общем нам осталось немного до орбита провезем вас по генетической родины моей матушке у нас там небольшие дела возникли а до конечной точки маршрут с кухну 3 часа за бортом 14 25-29 градусов нашли в Якате рядом с Шарташки неплохую автомойку намыли машину а рядом есть источник интернет h4g интернет вообще в районах ноль едем нету ноль татары и зерновцы вы излучил вас ничем не задавишь поэтому Юрьевич ржет про веснушки рулит а я сижу рабочими делами занимаюсь умные мысли пишу буду создавать несколько таких полезительных чатов блокнот крут показа кверх тормашками почему кому надо монитор дать его переверните посмотреть что-то сегодня камера решила не показывает а ты режим другой по нему нет какой бы она дай вперед я ничего не выбирал я на я только умею нажимать дороги все те же 7 лет не изменилось вообще ничего не изменилось и что-то Ирбит сюда также в том же в той же красе как и был тогда сараки а что вас то вангуй вангуй я попробую это старую церковь а в центре там них не храм ну да там есть еще про много-много старинных зданий ну да город купеческий ирбитская ярмарка была наравне с нижегородской ярмаркой я еще и фотографировал вот смотри как пальцем трясет ленин блин на броневике едет это было целых 700 лет назад заброшу откуда у нас ребенок слава заброшка знает не фарик откуда ты знаешь вот так и едем кстати покормили нас вкусненько из жоги не был ни у кого поэтому да я показывал гостиницу кто был в этой гостинице пожалуйста напишите комментарии как ванну это гостинице потому что мы с приключением в эту гостинице небольшими заселились в одном тёк тихо ванна душевая во втором кондиционером но с кондиционером уже воевать был некий нужно положить поезжали нам уже это было не там он интерес очень работал когда включен нахлаждение нормально я выключил вот закопал и это наверное конденсанс радиатора как собрался и не смог вытечь через водотвор ты мне зале гитая смотри еще одна течь я был господи чё еще случилось вчера прям реальным болото было из души в это время тайка начала мыться закрылся как вода протекает через тебя душу да не я виновата ничего на меня поклём оказался жена ты ни при чём приезжай даже солнечко светил карбита дербит еще далеко криво я горизонт ушел давай на правду берешь вот а вот вот видишь вот кнопочка это держит чисто горизонт видишь как и наклонишь а вот вот это уже вот есть перина тебя души куда наклонил туда он и наклонился короче трендить это не снимать лучше трендить чем снимать тут побольше но смысл стабилизации тебе живет сказал пав ты как экшн-камера в квадрокоптер засула ну ладно все дальше уже рубит покажем ну что мы добрались добрались до ирбита без происшествий веснушки ко мне не прилипли больше посмотрим сейчас что изменилось и покажем вам кстати а кто нибудь вообще в орбите был потому что это же город такой не знаю хотя он очень старый 1600 он 31 года саранск 41 а ирбит 31 да то есть город такой довольно таки старенький может быть это слышал пишите сейчас я вас переверну сейчас это обзорочку на квадрокоптере полетом пару мест покажем отличительные визит или как визитные карточки орбиты сейчас здание наверно мы сейчас пассаж с тобой торгового центра а как ты собираешь центре снимаю летать можно в зоне видимости как до квадрокоптера летать разрешение но только зале видимости а зона видимости сколько метров а больше то не надо старый кирпичный дом если я дом правительства или музей это будешь этому купить там сейчас музей покажем у нас есть времечко исторические здания покажем и нам где-то надо найти место пропитания мы хотим жевать пора уже от я сначала был поедем был к вам все здания все здания также находятся в этом же в тех же местах никто не убежал никого не снесли все так же как было когда-то 7 лет назад посадили вот театр проезжаем кстати ребят вот кредит маленький театр и рыбийский драматический театр имени островского по правой стороне тут он должен был где-то быть музей нет или следующий порог на 7 лет не было примерно вот как вот так все на месте как вчера вот тут вот вам покажем покажем лучше проедем дальше также в орбите было очень вкусное мороженое ой да давайте давайте на этот на мороженое 7 лет он также стоял заброшу я ее фотографировал вот туда центр пассаж пассаж все тоже так же в магазин и не уезжай ага только это алена иначе выросло давай мороженое рыбит было как советское такое даже оно ешь как сливочное завод кстати за мороженое кажется прям их и друг другу я все помню поехали за мороженое сначала давайте бы попробуем да сейчас мороженое это что было изменилось ли оно без моего ящика ели здесь пока то есть как толстее погляд пороженое вот вкусненько было вкусненько я хотела тоже попробовать да по моему направо где-то я вот давай уже двигаться включаем по моему направо нам надо а этот завод не застарился? не застарился он застарился застарился как? ааааа город-детство это люди есть блин конечно да ален они здесь есть это город вот смотрите какие вот вот что сложного строить этот дом за прикинь какой красивый был бы а особняк даааа а факт это особняк вот его раскрасили вставили кирпичом город-сказка был тогда город-музей можно было назвать прямо и честно о кстати урал урал смотри как новенький свой а их еще кстати до сих пор завод делает только ручная сборка и больше всего все идет на за границу их это продают сам я читал историю по моему американцев они магазин техника они покупают для фильмов и так далее а это наверно волк поехал это последний мотоцикл урал сделаны наподобие как бы харрик дэвисон мне кажется это волк похож свойства и станет вообще чума просто дорогу лично делать язык пристал поворачивать я чувствую да ты пока была в животике мы без тебя ели мороженое так что там где-то рядом уедем у нас здесь один из родственников даже два родственника работают на завод нет в магазин да с деньгами без денег не пахнет завод нет он работает как куда походим вот сейчас мы его купим и ты попробуешь так подожди карантин это вход работниковом газе ну вот молочный завод ирбитский ну тут же магазин был а может подальше нет мне кажется подальше да проедем это проходная да а завод же в магазин нет что-то мороженое-то мы можем где-нибудь в другом магазине купить давай развернемся а может просим у аборигенов вместо давай еще сильнее давай давай еще сильнее еще давай еще разу тебе понравилось как тебе больно мне прикольно дим камера включена тебя потом обвиняют что ты жестоко обращаешься по кочкам трясешь они у тебя падают а еще облизывают стекла и сиденья кожаные края фломастерами а как же так а почему магазин ну откройте окошко с красивыми продовольственная безопасность россии зависит от каждого из нас это проходные все нам объяснили куда доехать магазин фирменные времена на ремонте но объяснили где есть магазин в котором есть весь ассортимент мы не нормально потому что я постоянно с уралом общаюсь с командой рбст это мне уже на ухо так не режет не должен приезжал ядреный такой вот это уральский говор про вообще как как ситоваризм сказал на трубочке передо мной мам а тут что есть заброски нормально в каждом городе есть заброшенные дома и в саранске и в саранске а в саранске ну тут побольше все это раньше был если не изменяет мне память купеческий город и тут раньше как бы сердце рынков было да это я же рассказывала я же рассказывала ирбитская ярмарка ну в какой то я момент рассказывала вот красный двухэтажный магазин наверное нет нет дальше ирбитская ярмарка была наравне с нижегородской ярмаркой то есть это был купеческий город в Сибири же тоже извините где ты должна была торговать ура что это здесь всегда были здесь были ярмарки пассаж здесь огромный он действует этот магазин мне кажется вот двухэтажка с красным кирпичом практически по центру города я здесь я здесь ногти неудачно делал а это центр мне каждого дальше пройдет он говорит там 4 перекрестка ну вот их и переехал уже 4 да где я только два проезда нет не перекрестка а проезд да в монетке можно мороженое купить ну там уже это тебе посоветовали ну поехали я просто езжу в продуктовый магазин да парфюм одежка плюс вот единственное что я вот прям первые минуты находили в городе дороги золотали да дороги раньше тут вообще швак полный был была только хорошо асфальтирована вот это улица советская центральная улица все а то что он выйдешь вот туда вот во двор или другие улицы там все кошмар ямка на ямке ехать невозможно было сейчас он слабок смотрю не совсем такой унылый город когда был в 2014 году что то как то значит развивается потихонечку можно власть усменились подскажите пожалуйста кто вместо его смотрят вообще нас что он засмеялся за то время за то время ну это я по горячке ну это я по горячке а сколько этому городу лет алена на 10 лет как саранску почти так поставь старше саранск а вот команда цинковский где будет ну еще давай сначала в неплавную у нас это поморожки без этого никак да а там будет внутри сокола тут даже где-то стоит памятник зверобою памятник зверобою вот братья не знаю мужики знают кто в танке играет или вообще кто знает танковую историю небольшую что зверобой что такое это танк я показываю просто а ты болтаешь это танк ПТ с названием ИСУ 152 с орудием почему ИСУ Иосиф Сталин там и калибр кушки калибр кушки 152 миллиметра это назвали почему зверобой немецкие танки назывались Тигр Пантера именами животных а это ПТ как раз она легко фугасами уничтожила все эти танки поэтому проще дали зверобой и где-то танк стоит в городе орбите как памятник подожди в той части стоит все я не знал что зверобой короче мы приехали в магазин и пошла за мороженое после берега застав натурального мороженого который был у нас в советское время всем известны да мы дети которые дети советов вот в орбите мороженое еще по составу еще то а на погоду смотри вот тем более погоду сейчас мы перевернем вот смотри вот смотрите сделано еще по госту мороженое состав прочитайте пожалуйста просто мне увеличить молоко цельное сливки сахар молоко сухое масло сливочное стабилизатор монодегидроцериды жирных кислот что это такое для того чтобы мороженое держало форму это натуральный компонент дальше натриевая соль для объемности рожковое дерево это ягуаровой камень это как раз стабилизатор чтобы мороженое было таким какое оно есть и вафельный стаканчик ванилин мука крахмал кстати масло кокосовое не на пальмовом на кокосовом делают и всего 196 калорий по углеводам 22 для 80 грамм мороженого кстати даже 10 процентное делают подать хочу сказать 26 июля 27 июля этого пока сейчас тестовый вариант купили не все вот таких стал очень много раньше были просто стаканчики и немножечко таких там еще по моему видов 5 за все за все вот за это вот 200 рублей вот смотри 230 рублей получается 50 грамм вот такая вот баночка 180 граммовый стаканчик и по 100 грамм 4 банки мы пошли сжать мороженое вы завидите я хотел прямо такое сказать не знаю что сказать а да 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 вспомнил вспомнил сейчас я перевезу камеру камера смотри вот возьмите ради эксперимента да чисто ради эксперимента сходите в ближайший магазин пятерочка или магнит что у вас поближе максимально и купите там мороженое вот стаканчик нет Дима есть много сейчас производителей кто по госту делает мороженое но ценник 40-50 рублей 80 а вы купите именно подешевле и посмотрите потом состав потому что если разделить в том составе подожди у нас 4-5-6 позиции на 230 рублей это что по 30 по 40 рублей вот найдите мороженое по 40 рублей в стаканчике в стаканчике купите и посмотрите состав какой так а мы же будем трапезничать передучать Субтитры сделал DimaTorzok 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 в составе крупа кукурузный яблочный сок и сухой порошок банана все углей очень мало на 100 грамм в общем перекос в питании есть и кстати буду проводить не экспериментом необходим продукты глюкобокс для тех у кого не инсулин резистентность а метаболизм снижен то есть она довольно таки мало есть но приличное количество лишнего веса есть перекос в идее это момент такой я ее до трех лет грудью кормил отсюда у нас проблемы появились вот эти моменты тоже учитывайте у кого такие же затыки то что вот этого товарища кормились и себя 2 лет он нормальный нормальный так мы приехали мы приехали на вокзал биби леоня который только что умудрилась грохнуться чем приехали на вокзал железнодорожной действующей станции erbit а диме на знакомство с erbit а в 2010 году началось именно с этого места надюхи было не получается два с половиной года когда мы первый раз привезли папу с надея с полутора лет сюда ездила маму мне вообще отсюда родом все мое детство прошло здесь то есть кого-то вывезли на юг меня везли всегда на урал мы прилетали самолет в екатеринбург потом поездом либо автобусом добирались из екатеринбурга сюда то здесь был раньше и автовокзал автовокзал сейчас перенесли и же даже да здесь на месте вот этот ларек советского детства ребенок не советского детства продукты то же самое советского детства вот этот туалет был тоже всегда в моем детстве железнодорожный мост в общем такая ностальгия чё ты помнишь а еще а еще у тебя машина орёт пока вот у нас летит квадрокоптером выкручивает это я посчитала закон дроби сделали послабление и успокоил душа летает в городе до 150 метров а потипать на месте меня речь вот и я вспомнил как раз этот первый год когда я посетил горд орбиты ступил это десятый год свою ногу из выходя из вагона знаешь чем я торопила там пять минут полностью что я она свечей копает сколько было там еще пером это не было вот и ребенок еще маленький ребенок первое впечатление сразу там получил выходя из вагона ведь куда сюда привезла и быстрее замороженного заедать вирус мы потом поехали на автобусе на автовокзал автобус это скотовоз это не потом мы с тобой за билетами приезжали без надя да мы на общественном транспорте это автобусы скотовоза были сейчас в пазике на вокзал иди снади сходи потом еще придем мы же сюда приедем на несколько дни ален